Меня попросили сделать обзор комьюнити, в котором я живу. Давайте я немножко покажу, похожу, порассказываю. Я живу в такой двухэтажной квартире. На втором этаже у нас спальня с женой. Давайте зайдем вовнутрь дворика, и будет виднее. На первом этаже это living room, кухня и детская спальня. В этом дворике у нас живет уличный кот. Кота зовут Пампкин. Многие уже видели его на эфирах, в тиктоке и на ютюбе тоже. Отличный кот, очень добрый. От урагана мы его спасли, он у нас дома спал. Уличная мебель со столиком, здесь можно посидеть, попить чай, кофе. Здесь его мисочки с водой, там с едой он уже поел. Сидит, чухается. Отличный кот. Погода у нас прекрасная. Небо чистое, почти безоблачное. По-моему, вообще нету облаков. Температура воздуха примерно плюс 27-28 градусов. Машина моя припаркована, Honda CR-V 2020 года. Ветки, вот этот весь мусор, это еще все после урагана Милтон не убрано. Там еще куча валяется. Сегодня нам пришли люди и убрали паркинг, подмели его, потому что здесь тоже очень много веток валялось. У соседей точно такие же квартиры, как у меня. Здесь все однотипное. Только на соседней улице, там где сейчас мы дойдем, спустя 3-5 минут примерно, я покажу. Там у них, у нас, значит, два бедрума, у них трехбедрумные квартиры, но их там затопило. Посмотрим. Наши почтовые ящики. И доска с объявлениями. Говорят, у нас бегают койоты, поэтому будьте внимательны, следите за своими питомцами, собачками, кошечками. Потому что койоты их с удовольствием поедают. Люди готовятся потихоньку к Хэллоуину, украшают свои домики. На самом деле украшений еще немного, потому что у нас вот два урагана было, и люди просто не хотели украшать дома, чтобы это все не было раскидано по двору. Не все люди распаковали свои окна от фанеры. Фанера защищала их стекла от сильных ветров. И от попадания всяких веток больших. Иду я в сторону теннисного корта. У нас две площадки здесь. Очередная огромная просто ветка валяется. Вот отсюда она отломилась, вот от этого ее дерева. И продолжает лежать. Хотя там люди играли сегодня, вот уже собираются уходить. Если кто живет в Палм-Харбор, можете приехать и поиграть со мной в теннис. У меня нету напарника. Очередная гора веток. Хочу подойти поближе к бассейну и показать, что происходит с нашим бассейном после урагана Милтон. Давайте посмотрим. Очень ухоженная зеленая территория. Много деревьев. Не во всех комьюнити так. Особенно в новых, которые только-только построились. Там им посадят 2-3 пальмочки низких. И все. Бассейн выглядит, конечно, печально по-прежнему. Но бортики джакузи уже вылезли из-под воды. Давайте я покажу вот уровень воды, где был. На стене видно его отчетливо. И воды стало уже меньше как минимум на сантиметров 40. Может 45. Не знаю, когда его восстановят, наш бассейн. Но хотелось бы поскорее. Здесь у нас небольшая детская площадка, но она совсем маленькая. И баскетбольное поле с одним кольцом. Баскетбольное поле тоже нуждается в уборке. Очень много там опавших палок и листьев с деревьев. Какую-то машину свою забыл. Не оставляйте машины на газоне, убирайте их. А то вас оштрафуют. И вот наш разлившийся прудик. Здесь раньше можно было вот так вот пройти и зайти в бассейн. А чуть дальше там вообще машины ездили. Там дорога. Но пока не видно ни дороги, ничего. Давайте дальше погуляюсь немножко. Дойдем до затопленных машин. Как раз там, где квартиры трехбедромные. Немножко больше, чем у нас по площади. Естественно, они дороже стоят. И аренда стоит дороже. И если покупать их, стоит дороже. Кстати, аренда двухкомнатной квартиры, как у меня, стоит примерно 2000 долларов в месяц. Сейчас такие цены. Там, может быть, чуть дороже. Вот эта дорога. Которая затоплена сейчас. Поэтому у нас только остался один выезд из наших домиков. Да, вот на этой улице здесь расположены только трехбедромные квартирки. Но снаружи они выглядят так же, как и наши. Точно так же. Вот так у нас мусорки выглядят. За кирпичной стенкой. Да, воды определенно стало меньше, но все равно машины по-прежнему затоплены. Я, кстати, не уверен, что они когда-то смогут завестись и поехать. Ну, машины, которые только вот по колесам затоплены, те, наверное, нормально. А вот эта машина зеленая, раньше, после урагана, у нее даже капот был под водой. Поэтому неизвестно, что будет с этой машиной дальше. Очевидные почтовые ящики. Да, в Афлориде есть вороны. И они точно так же каркают, как в вашем городе, где вы живете. Мои попугаи не очень любят карканье ворон. Они всегда их пытаются перекричать. И вот здесь людям вообще повезло меньше всего. Огромное количество домов и машин утоплено. И где ты, Каркуша, сидишь? Не вижу тебя. Но каркает очень громко. В общем, по моим ощущениям, эта вода еще будет уходить недели-три, а то, наверное, даже больше. Ну, минимум три недели понадобится, чтобы полностью это все высохло. Я надеюсь, что у нас больше не будет дождей и ураганов. Потому что если будут дожди и ураганы, то это может затянуться вообще надолго. Очередная мусорка. Надо было взять орехов для Белки. Белка, иди в кадр. Покажись людям. Это серая флоридская белка. Вот только хвост торчит ее. И нет, даже хвоста нету. Куда она спряталась. У этих белок нету красивых кисточек на ушах. Ну, все, не видно. Ладно, нету белки и нету. И вот единственный наш въезд и выезд с апартментов. Хорошо, что он не затоплен. Вот если поехать туда налево, там все нормально. А вот если поехать направо, то тут прям беда-беда. Здесь люди по двору передвигаются на каяках, на лодках. И этой дорогой я веду свою младшую дочку в школу. Школы завтра еще нету, но сказали, что послезавтра уже школа откроется. Дети в общей сложности из-за урагана просидели чуть больше недели дома. Все, я пойду домой. Сейчас загружу видео на все возможные свои ресурсы. YouTube канал, TikTok аккаунт Артемик Лайф. Если вы не подписаны, можете подписаться. Я там часто веду свои эфиры. В день по 2-3 раза. Хорошего вам настроения. И до новых встреч. Пока-пока.